Всем привет! Вы смотрите Универа Ньюс в студии Элины Земскова. Итак, сегодня в выпуске. Что было во второй день форума по педагогическому образованию? Первый день лета в музеях Казанского федерального университета. Спортивно-оздоровительные мероприятия для детей сотрудников КФУ. В Институте психологии и образования КФУ продолжается международный форум по образованию. О самом интересном из того, что ожидало участников, мы расскажем в следующем сюжете. 30 мая на пятом международном форуме по педагогическому образованию в Казанском федеральном университете продолжился ряд пленарных докладов, симпозиумов, лекций и других мероприятий с участием специалистов со всего мира. У меня есть несколько интернационных исследований на карьерных решениях для учеников, на индукционной фазе, на понимание требований, на школе. Одним из таких мероприятий стала презентация межнациональной коллективной монографии с участием ученых КФУ. Необходимо было сделать анализ того, каким образом принятые государствами различные политические решения относительно подготовки учителя находят отражение в реальной практике. Проект посвящен вопросам обучения преподаванию. Другие его участники, почетный профессор Оксфордского университета Йен Ментер и профессор университета штата Аризона Мария Тереза Тату, также приняли участие в форуме. У нас есть презентация этой вечернике с Мария Тереза Тату из Университета Аризона, где мы будем говорить о книге, который был в Январе, который является исследованием учеников в 12 разных странах, including мой стран, England, Тереза Тату, два страны, Мексика и США, и Россия, где мы имеем капитал, написан от директора этого института, Идар Калимуллин и Роза Валиева. Я интерес healthcareам. Я интереснюся масса. Я работаю на протяжения интернет- Одним из мероприятий стала презентация научных ассоциаций. Об исследованиях в области образования рассказывали представители российских и ирландских вузов. Такие причины, что я пришел. Это акция «Проведи первый день лета в музеях университета». Музеями разработана программа, включающая квесты, викторины, музейные занятия, различные тематические экскурсии. Эта акция позволит ребятам побольше узнать об истории Казанского университета, его научных школах, открытиях, а также принять участие в различных интерактивных программах. Акция проводится для всех желающих. Вход для семей сотрудников КФУ свободный. Например, в музее истории проходит специальная игра «Музейный лабиринт» или можно назвать «Семейный лабиринт», который дети могут пройти вместе со своими родителями. Даже она будет интересна, потому что к нам приходят и дети семи лет, которые сложно познать науку, историю Казанского университета. И дети, и родители им в этом помогают. И на самом деле были родители, которые больше радуются этой игре, чем сами дети. Каждый музей приготовил какое-то свое особое мероприятие, когда дети смогут посетить музей, дети сотрудников университета и сотрудники бесплатно, посетить, познакомиться, увидеть что-то такое интересное, уникальное, оригинальное. В нашем музее мы подготовили музейное занятие «Калейдоскоп культур», когда как раз-таки за одно посещение можно так путешествовать, побывать во всем мире. Это именно то мероприятие, которое всегда вызывает интерес у посетителей, причем как у детей, так и у их родителей. Многие не попали в нашу программу, потому что и запись полная, и некоторые не смогли по разным причинам попасть. Мы ждем их в музее Казанского университета с понедельника по субботу с 9 до 6. И мы работаем открыто. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В бассейне спортивного комплекса «Бустан» пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия для детей сотрудников КФУ. Что ожидают участников в этот день, вы узнаете в сюжете Алсу Саттаровой. 1 июня в плавательном бассейне спортивного комплекса «Бустан» пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Казанского университета, несмотря на то, что он ежегодно проводит мероприятия на своих спортсменных площадках и концертных для детей, также в этот день, 1 июня, предоставляет свои площади для детей сотрудников и ближайших домов в прилегающей территории. Данное мероприятие проводится впервые. Его цель – привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом. В этот день открываются два бассейна – большой и малый бассейн. Дети сотрудников, дети учащихся наших студентов могут посетить этот комплекс и вместе с детьми посетить наш бассейн. Там будут работать преподаватели профессиональные, которые их обучат навыкам плавания, навыкам ныряния в воде, прыжкам в воду. Ко дню защиты детей сотрудники плавательного бассейна, который находится по адресу проезд профессора Нужина-3, подготовили разнообразную программу, в которую будут входить оздоровительное плавание, навыки плавания в подвижных играх, эстафеты и подвижные игры с мячами. Мероприятие будет проводиться с 9 до часу дня, будет разбито по часовой, то есть по часу купания будет. То есть необходимо приходить в свои римы к началу часа, чтобы раздеться и посетить бассейн. Для прохождения на территорию бассейна необходимо предъявить пропуск, а также иметь при себе плавки или купальник, шапочку, сланцы и полотенце. Алсу Саттарова, Ленардо Влитяров, Универниус. А сейчас в нашем обзоре мы расскажем, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете. Во время заседания ученого совета Института физики КФУ состоялось вручение именных стипендий академиков Российской академии наук Руальда и Ренада Сагдеевых. Стипендии получили магистранты второго года обучения Института физики КФУ Илья Чуприн и Фадис Мужзаханов. Именные стипендии академиков Сагдеевых вручаются 2012 года студентам и магистрантам Казанского университета, имеющим отличную и хорошую успеваемость, проявившим себя в научной деятельности в области физики и химической физики. В детском саду комбинированного вида с атарским языком воспитания и обучения номер 188 Казани впервые прошло занятие английского языка, где ассистентом преподавателя выступил антропоморфный робот. В рамках проекта было предложено протестировать возможности использования робота в детском саду для повышения эффективности обучения иностранному языку. В ходе первого занятия робот познакомился с детьми и провел с ними зарядку. Инициатором проекта выступил Евгений Магид, руководитель лаборатории интеллектуальных робототехнических систем, профессор высшей школы ИТИСКФУ. Лилия Талипова, Универньюс. Казанский университет считает особо значимым сохранение культурных традиций. Об одной из таких добрых традиций вы узнаете далее. Субтитры создавал DimaTorzok На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok